здравствуйте и хочу вам показать рассказать что у нас происходит с кистью ну один вопрос я уже показывала да о том что у нас не получается вертикали и за счет этого соответственно вот эти дырки идут как их избежать но самый простой способ каким пользуюсь я и как вообще это все сделать то есть у нас же вот эта часть она будет стыковаться вот с этой соответственно сейчас я удалю немножечко то есть нам нужно взять кусочек который будет бесконечно повторяться чтобы это было гармонично что вот с этим делать как я это делаю так берем кусочек и пытаемся посмотреть как он будет повторяться да вот вот он по крайним точкам встал сюда его встали вот у нас с вами эти дырки то есть у нас программы точно также возьмет его начнет туда соответственно копировать как избежать как максимально ровно это воспроизвести то есть вы скопировали вот этот кусок теперь я бы порекомендовала его откорректировать так как ну вы считаете более правильным более нужным я щас корректирует на свой взгляд да у вас это должно вставать так как это правильно вам соответственно вот то есть эти дырочки мы оставляем и чтобы сделала я я тоже свое время так долго мучилась у меня никак рапорта не сходились лучше раппорт вырезать вот из этого повтора то есть мы элемент с вами сдублировали убрали все вот эти вот неровности которые нас преследовали и после этого мы можем с вами взять инструмент прямоугольник найти какую-то точку здесь и эту же точку повторяющиеся здесь ну вот например у нас вот это вот линия да и вот эта линия вот это наш отрезок на котором мы будем искать повторяющийся путь вот соответственно вот кусочек и вот кусочек точно так же как мы когда создаем заливки мы выбираем вот такой фрагмент после этого убираем отсюда цвет заливки цвет контура и помещаем его на самый задний план вот его не видно но он там есть вон прямоугольничек именно прямоугольник или квадрат и он не должен никуда наклоняться то есть я выровняла и вот эти дырки все сравняла соответственно выбираю кисти и выбираю теперь вот это все вместе с прямоугольником тащу в кисти и прошу создать мне нашем случае узорчатую кисть говорю окей давайте посмотрим что у нас с вами получилось то есть она должна была взять вот этот фрагмент и начать его повторять так что это вот тут у нас заплетается не понимаю что какая-то штука дублируется здесь хорошо а здесь пошел дубликат так что нами там дублирует кого на кого накладывает какие дополнительные линии что я сейчас посмотрю кусочки нет вообще все правильно не должно быть такой проблемы то есть по-хорошему эффект должен быть вот такой сейчас еще раз проверим так выбираем этот же прямоугольничек который у нас есть вытаскиваем на передний план и говорим создать обтравочную маску вот что у нас получилось и эти кусочки у нас будут бесконечно повторяться то есть все нормально так тогда посмотрим другим способом вытащим нашу кисть и что-то вот тут она нам такое сделала вроде все нормально по рапорту откуда она тащит этот вот кусочек непонятно тогда еще раз пробую вроде быть чисто можно можно попробовать угол по-другому оформить а здесь ну да да давайте еще раз попробуем нет все равно упорно тащит эту кучку откуда-то ничего не понимаю дублирует и что как-то почему здесь-то ровно тут задублируется так ну ка здесь она какой рапорт показывает давайте из этого попробуем видите она тоже создает прямоугольник то есть программа точно так же как мы вот вольно создаем прямоугольник она его точно также делает соответственно вот наш кусок и он вот так вот дублируются потому что по крайним точкам вот они недостающие звенья так и если я его вот сюда вот так продлеваю вот так соответственно сейчас еще один кусок точно также сделала третий вот рапорт и они коварные также ставлю также продлеваю не понимаю почему она какой-то волос оттуда вытащила сейчас еще раз пробуем где-то там прямоугольник спокойно соответственно вот от этого перекрестья вот до этого перекрестья видите кстати даже размер остался тот же самый нисколько не увеличился можно только вот в длину так так теперь на задний план именно вот этот кусок сейчас попросим сделать сейчас опять она будет ворситься той не знаю перерисовывать видимо надо сейчас пробую еще раз вот выровнялась соответственно тогда разумнее сделать то есть вот здесь я просто сдублировала в один слой да а здесь я сдублировала с двух сторон и вырезала центральную часть вон она какая центральная и соответственно все получилось все дублируется хорошо будет изгибаться то есть не методом подбора рапорта да а методом именно вы его берете делаете как будто бы у вас он сдублировался два-три раза и потом уже смотрите как он себя ведет до не вижу проблем а теперь что у нас тут один пункт толщина здесь сколько здесь не один давайте сделаем толщину один пункт чтобы у вас тоже все выровнялось здесь цвет убираем и сделаем под меньше правильно мы тоже можно потом откорректировать так я люблю все таки вот такой уголочек он как-то мне милее сверяем часы да вот она ровная цепочка соответственно смотрите я тоже немножечко помучилась но ничего страшного это хороший был вопрос то есть нам нужно вот у вас получается вот такая ерунда почему она получается потому что тот рапорт который у вас забит вот в этом вот в этой кисти вот я его вытащила обратно да он у вас вот такой если вы его просто руками начинаете повторять он будет повторять из крайней точки до крайней точки соответственно вот так вот они эти дырки то есть нужно сделать так как я прорабатывала вот с этим рапортом то есть в одну сторону раскопировать в другую сторону центральную часть максимально собрать и из нее уже вот прямоугольничком вынести туда посмотрите это видео целиком она немножко длинная получилось но это вот прям свои мысли по проверке записывала и вот такие у меня кисти собрались то есть ну как бы все хорошо попробуйте единственное я не поняла откуда у меня вот этот волос вылезает вот в данном рапорте но когда сделала еще раз с другой стороны видите все получилось и она хорошо себя ведет и при изгибе при всем то есть очень такая гармоничная надеюсь вам это поможет сделайте и мне потом пришлите свои результаты свой ответ все ли у вас получилось и все ли понятно